Эд Широн довольно-таки привлекательный молодой человек. Сами посудите, вначале зафитился с Brain Me The Horizon, а теперь на подходе его долгострой с самими ужасными и великими Cradle of Fields. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и сегодня мы наконец-таки анализируем, учимся и понимаем, как издает звуки тот или иной наш с вами любимый исполнитель. И сегодня на нашем операционном столе сам мать его Дэнни Филд из группы Cradle of Fields. Поистине, легенда среди любителей тяжелой музыки, да и только ленивый металловед не слышал нимфетамин. Вокруг вокала этого типа какие только легенды не ходили, и что он владеет 18 октавами, и что он кровь младенцев пьет, чтобы так звучать. И вот сегодня мы разберем, в чем же секрет его вокальных способностей. Кстати, подпишись на канал. Дэнни Филд, он же Дэниел Ллойд Дэви. Родился 25 июля 1973 года в Хертфорде. Является старшим ребенком в семье. У него есть две сестры, Аманда и Рэйчел. Еще и брат Филипп. Биографию Сабжа мы вам, конечно же, зачитывать не будем. Ну зачем, вы и сами можете найти и почитать. Но несколько фактов мы вам предъявим. Итак, Дэнни пробовал себя в разных группах, и как-то даже хотел бросить музыку, став журналистом. Кстати, его колонка от Дэнни в журнале Метал Хаммера держалась два года. Также Дэнни Филд попробовал себя в качестве соавтора книги «Евангелие от грязи», или «Евангелие от Филда», или «Госпел оф Филд». За его плечами также и роли в кино, особенно резиновый фильм ужасов «Колыбель страха». Но музыка его не отпускала, а его группа Крэйдл Филд навсегда осталась его основным проектом. Интересная, кстати, тенденция была долгое время в Блэк Металле. Если ты знаменит, то ты продался. Если твою музыку крутят по телеку, радио и т.д., то ты продался. Если ты пошел в церковь, то ты продался. Крэйдл Филд были как раз-таки в рядах таких продажников. Вообще, в таком обвинять глупую группу, поскольку, чтобы заниматься только любимым делом всю жизнь, тебе и надо, чтобы твое любимое дело продавалось. И тут даже суть не в том, что они как-то пиаром занимались и т.д., просто они выехали за счет своей какой-то уникальности, как и многие группы тех лет. И теперь про вокал. Первое, что мы должны уяснить, это база, то есть основа, от которой Дэнни исходит. А именно, опора дыхания нижними косыми мышцами пресса. Тем самым поднимается диафрагма и создается давление, как и на ложной связке, так и не очень. При этом давление создается постепенно, так что лаять, как псина, стулая, не стоит, ребят. Далее расщепление и упор на ложные, при этом все небо задернуто вверх. Это база вокала Дэнни. В остальном все зависит от ситуации. Где-то используется штроба с низким голосом, где-то берет высоко. Фишка в целом далее идет в игре с гортанью, от низкой до высокой позиции, что позволяет коротышу издавать самые различные звуки, используя всего один прием экстремального вокала. А на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, записывайтесь на занятия и обязательно ответьте на два вопроса в комментариях. Первое. Как вам такой анимационный формат? И второе. Какая песня Cradle of Fills вам нравится больше всего? До новых встреч!